10 сентября в Российской Федерации пройдет единый день голосования. В 20 субъектах запланированы выборы депутатов законодательных собраний. В 21-м будут прямым голосованием избраны руководители. Еще в 5-ти через парламент. Также состоятся до выборов в Госдуму по одномандатным округам. Крыму, Липецкой области, Красноярском крае и Карачаево-Черкесии. Насколько республика готова к выборному процессу? Кто и как будет наблюдать за выборами? Мы попросили рассказать председателю избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Ларису Абазалиеву. Лариса Касамбина, здравствуйте. Уже сегодня в Карачаево-Черкесии открылись избирательные участки. Давайте напомним нашим зрителям, кого и где мы выбираем и сколько мандатов будет распределено. В единый день голосования, который проходит 8, 9, 10 сентября в течение трех дней, у нас пройдут прежде всего дополнительные выборы депутата Государственной Думы по 16-му одномандатному округу. И, кроме этого, у нас есть небольшая муниципальная кампания. Она пройдет в семи районах. Это выборы депутатов сельских поселений. Основные выборы, то есть весь совет будет выбран в Койданском сельском поселении. И в остальных поселениях будут замещены вакантные мандаты, то есть там пройдут дополнительные выборы. Дополнительные выборы пройдут в советы Кубинского, Каменомоцкого, Терезинского, Эркенлиотского, Преградненского, Зиюковского и Саритузского сельских поселений. Там будут замещены вакантные мандаты. И, таким образом, у нас всего 8 избирательных кампаний на местном уровне. И будет замещено 15 мандатов муниципальных депутатов. Насколько сегодня избирком Карачево-Черкесии готовы к предстоящей выборной кампании? Сколько будет участков открыто в нашей республике? Кто будет независимыми наблюдателями и насколько они готовы к этой работе? Я могу с уверенностью сказать, что избирательная система Карачаева-Черкесской республики готова к проведению единого дня голосования. И в кампании принимают участие избирком КЧР, как организующая комиссия, 12 территориальных избирательных комиссий, 249 постоянно действующих участковых комиссий. Кроме того, созданы три временные участковые комиссии. Это уже ставшие традиционно в нашем развивающемся курорте «Романтик». Потому что там достаточно большое количество людей работает, которые не имеют возможности куда-то уехать. В силу механизма специфики работы. Кроме того, на выходных там много жителей нашей республики, которые смогут, отдыхая, на выходных все-таки попасть на выборы. Впервые в республике временный участок организован в СИЗО. Если раньше одна из участковых комиссий туда просто приезжала СОДНО, то теперь у нас там действует временный участок. И еще одно место, где у нас временный участок, это республиканская больница. Это тоже традиционно уже, потому что большое количество медицинского персонала, большое количество людей, которые там находятся на лечении. Для их удобства там создан участок. И что касается готовности, наблюдатели обучались в общественной палате. Все журналисты, которые хотели аккредитоваться, аккредитованы. Достаточно большое количество журналистов аккредитовались. Отказов с нашей стороны не было. Кроме того, в общественной палате будет действовать центр общественного наблюдения. И там на больших экранах будет видно, что происходит на участках. Будет идти трансляция с участков. Там же будут находиться мобильные группы наблюдателей, которые будут выезжать в случае каких-то сигналов негативных или жалоб. Кроме того, мы ожидаем правозащитные организации, которые должны приехать из Москвы. Наблюдатели от политических партий заявлены уже от всех политических партий, которые принимают участие в выборах. Поэтому я думаю, что с полной уверенностью можно сказать, что республика готова к проведению выборов. И надеюсь, что они пройдут на хорошем организационном уровне. В последние годы в избирательной кампании традиционно применяются цифровые технологии. Скажите, а в чем особенность нынешней избирательной кампании? Все наши новинки будут применяться. Это и мобильный избиратель, который позволяет нам не быть привязанным к месту своей регистрации, а голосовать на любом удобном для человека участке. И с каждым годом количество людей, которые пользуются этой возможностью, увеличивается. Кроме этого, у нас в этом году используется такая новая форма работы с избирателями – мобильная избирательная комиссия. Что это такое? Наши члены участковых комиссий снабжены специальным мобильным приложением. И когда они идут к избирателям с целью уточнения списков, для того, чтобы избежать неприятной ситуации, когда человек не находит себя в списках, или, не дай бог, человек видит умершего родственника. Поэтому это такая постоянная работа участковых комиссий – перед выборами пройти по своему участку, постучаться в каждый дом, в каждую квартиру и уточнить списки проживающих, тут же выяснить, может быть, кто-то из них в силу возраста или в состоянии здоровья хочет проголосовать на дому. То есть эту заявку сразу можно оформить в это же время, человеку для этого не нужно самому идти на участок. И плюс человеку объясняют, на каком участке ему удобно проголосовать, если он проживает в данной квартире, но он не зарегистрирован по этому адресу. Вот эту большую работу мы делаем теперь в мобильном приложении. Там же есть вопросы, когда избиратель может сказать, что именно его не устраивает. Допустим, может быть, место расположения участка, может быть, пандус неудобный. И мы имеем возможность уже в электронной форме учитывать все чаяния наших избирателей. И таким образом вот эта работа с помощью мобильного приложения, она позволяет нам анализировать те проблемы, которые у нас есть. Допустим, мы четко понимаем, сколько у нас людей с ограниченными возможностями на участке, сколько волонтеров нужны для помощи. Мы предполагаем, сколько из этих людей придет на участок. У нас появляется большая возможность для анализа, для аналитики, для того, чтобы сделать процесс еще более удобным. Вот это новинка, вот это мобильное приложение, это пилотный проект этого года. И последний вопрос. Лариса Хасанбина, ваше пожелание кандидатам и избирателям республики? Вы знаете, я не думаю, что я имею право давать советы избирателям. Единственное, что я могу, как председатель избирательной комиссии республики, попросить, чтобы они пришли на участки и реализовали свой выбор. Потому что это, на мой взгляд, в одинаковой степени важно, кто будет депутатом в маленьком селе или ауле, или кто будет депутатом Государственной Думы и чье лицо будут ассоциировать с нашей республикой. А что касается кандидатов в депутаты, опять-таки, неважно, баллотируются ли они в поселение или в Государственную Думу. Я хотела бы передать им просто пожелание от молодого поколения нашей республики. Мы проводили такой конкурс, эссе среди школьников. Мой наказ депутату. И вот некоторые мне запали прямо в душу. Я хотела бы сейчас вам небольшой наказ зачитать. Это школьники нашей республики, вот одно из них. Наказы давать нелегко. Мы думаем, очень важно быть честным в любое время и в любой ситуации. Вам люди доверят свои судьбы, свою жизнь, свое будущее. Это дорогого стоит. Пожалуйста, помните об этом. Через несколько лет мы придем на выборы, понимая, какой это важный момент в жизни. Не ошибиться, выбрать человека неравнодушного, искреннего, энергичного, думающего не только о себе, но и о других. Человека, который сумеет сделать жизнь земляков лучше. Я думаю, что вы, уважаемый депутат, именно такой человек. Это вот эссе одной десятиклассницы. И я всегда, когда вручаю мандаты, я стараюсь вот что-то из того, что эта молодежь говорила, донести до тех, кто избран. Потому что мне кажется, что депутат должен быть именно вот таким. И я всегда надеюсь, что в результате очередной выборной кампании именно такие люди придут и сделают жизнь моих земляков лучше. Редактор субтитров А.Семкин